Самое ценное, что есть у человека – это здоровье и жизнь. А потому, когда нас одолевают вирусы, мы зачастую обращаемся к врачам. Их профессиональный и компетентный подход к лечению болезни увеличивает шансы благоприятного исхода. Правда, не все прибегают к помощи специалистов. Находятся и те, кто принимает лекарства без назначения. Или долгое время являются сторонниками только народной медицины. Такой подход часто становится губительным. Именно поэтому 17 сентября объявлен Всемирным днём безопасности пациентов, учреждённый Всемирной ассамблеей. Ключевой приоритет здравоохранения – это безопасность пациентов. А именно – лекарства без вреда. И мы, фармацевтические специалисты аптеки, в рамках своей компетенции проводим консультирования посетителей, обратившихся в аптеку для приобретения лекарственных препаратов. Обязательно обращая внимание на правила приёма лекарственных препаратов, назначенных врачом по рецепту или без рецепта врача, как принимать, во время, до или после еды, чем запивать. Никакие лекарственные препараты нельзя запивать чаем, кофе или газированными напитками. Нельзя также просто проглатывать таблетку или капсулу. Нельзя употреблять алкогольные напитки во время лечения. Обращаем внимание на условия хранения в домашних условиях. Обязательно предупреждаем об опасных последствиях без контрольного использования лекарственных препаратов. Нужно учитывать, что даже безрецептурные препараты небезопасны. Их приём должен осуществляться после консультирования с врачом или фарм-специалистом аптеки. Безопасность пациента – главное правило любого врача и фармацевта. Прежде всего, не навреди. Так звучит старейший принцип медицинской этики. Это изречение в 21 веке стало фундаментом проведения Всемирного дня безопасности пациентов. Каждый год для проведения Дня безопасности пациентов выбирается новая актуальная тема, позволяющая подчеркнуть важность проблемы. Тема 2022 года была сформулирована как «Безопасное применение лекарственных препаратов», а его лозунг – «Лекарство без вреда». Фарм-специалисты РУП «Фармацея» поддерживают этот ключевой принцип здравоохранения. Фармацевты Брестских аптек грамотно консультируют каждого покупателя. Кому-то подбирают действенное средство в борьбе с ОРВИ, другому помогают найти лекарства, чтобы устранить симптомы аллергии. Третьим объясняют, чем один препарат лучше другого. Кроме того, каждому покупателю рассказывают о терапевтическом действии препарата, как его применять или использовать, тазировать или хранить. А еще, что немаловажно, предупреждают о взаимодействиях препаратов с пищей и другими лекарствами, противопоказаниях и правилах отпуска покупаемого средства, по рецепту или без рецепта и многое другое. Они всегда говорят как. Это ну всегда. Меня такого не было, чтобы не сказали. Даже инструкцию печатают иногда. Если я, допустим, беру, вот брала таблетки, мне не надо было целая упаковка. Естественно, мне дадут пластиночку, и вот девочка распечатала мне инструкцию. Я читаю всегда ее дома. Там немножко и пишут что-то, сколько как принимать. Не зря производители пишут массу информации в инструкциях, а сотрудники аптек рассказывают покупателям ее содержимое. Этот маленький листок вкладыш поможет избежать много неприятностей и негативных последствий от приема препарата и поможет сохранить ваше здоровье.